Здравствуйте! В эфире международный выпуск новостей в студии Юлия Мнацаканова. О том, что происходит в России и мире, расскажем прямо сейчас, коротко о главных темах. США готовы применить силу в отношении Северной Кореи. Владимир Путин проводит заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. МВД предложило лишать родительских прав психически больных граждан. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сказала, что действия Северной Кореи не оставляют возможности для дипломатического решения конфликта. Она также добавила, что Соединенные Штаты готовы применить силу, чтобы защитить себя и своих союзников. Такое заявление она сделала на заседании Совета безопасности ООН в ответ на недавний запуск баллистической ракеты. Одна из наших возможностей – это наша военная сила. Если будет необходимо, мы к ней прибегнем. Но мы бы предпочли не двигаться в этом направлении. Вашингтон планирует в ближайшее время подготовить новую резолюцию в отношении КНДР с более тяжелыми санкциями. США также объявили, что готовы ограничить торговлю с теми странами, которые продолжают поставлять товары в КНДР, в обход санкций. Поддержали также ужесточение мер во Франции и Великобритании. «Мы с нашими партнерами хотим принять в Совете безопасности резолюцию, включая новые более широкие и более действенные меры. Мы также хотим соответствующих действий со стороны Европейского Союза. На фоне этих провокаций мы должны действовать более жестко. Соединенное Королевство поддерживает новые ограничительные меры в ответ на незаконные действия. Совет безопасности должен начать немедленно действовать, чтобы этого достичь». Представители Китая и России также призвали США остановить развертывание на территории Южной Кореи системы противоракетной обороны ТЭД. Владимир Путин провел заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Речь идет о создании перспективных образцов оружия и модернизации существующих. Глава государства поручил внимательно анализировать боевой опыт, полученный в Сирии. Президент высоко оценил характеристики новой российской ракеты, которая была использована против террористов в Арабской Республике. «Всегда при принятии решения о поставках вооружения на внешние рынки, исходим из складывающейся международной обстановки, из ситуации, которая складывается в различных регионах мира, с тем, чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем, чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов, а наоборот, были бы использованы для сдерживания развития тех или иных конфликтов и для их купирования». Министерство внутренних дел России предлагает лишать родительских прав психически больных, если они предоставляют потенциальную угрозу для своих детей. В качестве аргумента силовое ведомство приводит статистику случаев насилия над детьми со стороны родителей с расстройствами психики, согласно нам с которой только за последние пять месяцев этого года вследствие подобных инцидентов пострадали 10 малолетних детей, 8 из них погибли. При этом в МВД указывают, что медики не сообщают органам опеки и попечительства о психических заболеваниях родителей, ссылаясь на врачебную тайну. В результате никаких превентивных мер не принимается, что в отдельных случаях могло послужить причиной трагедии. В качестве предполагаемых мер нужно обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют для окружающих опасности, и внести изменения в Семейный кодекс, согласно которым в основании для лишения родительских прав нужно включать социальную опасность лица вследствие его психического заболевания. В Римской клинике имени Агастина Джемели, действующей при Католическом университете Святейшего Сердца, прошла презентация новой программы «Оказание медицинских услуг пациентам с заболеваниями, вызванными потреблением алкоголя». Цель этого проекта – глобальная забота о пациенте с тем, чтобы дать ему шанс на выздоровление как от алкогольной зависимости, так и от его ущерба, нанесенного организму употреблением алкоголя. Особое внимание будет уделяться самым слабым слоям населения, в первую очередь это бездомные. Для этого на территории клиники действует приют «Домик милосердия». Медики, выступавшие на презентации нового комплекса услуг, подчеркнули, что потребление алкоголя является важной проблемой общественного здоровья. Согласно данным ВОЗ, алкоголь – третья по значимости причина преждевременной смерти инвалидности в Европе. Алкоголь становится причиной 200 тысяч смертей в год, 7,5% населения Европы. Поставлен диагноз «алкоголизм». Эта цифра растет и прежде всего среди подростков. У молодого поколения алкоголизму часто сопутствуют острая интоксикация, наркомания и никотиновая зависимость. Растет число случаев смерти в ДТП по причине алкоголя. Алкоголь – это главная причина смерти молодых людей в возрасте до 24 лет, а также насилие, ухудшение конгнитивных способностей, поражение центральной нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и поражение печени. Методистская церковь Великобритании и Англиканская церковь объявили, что оба церковных сообщества рассматривают возможность соглашения, которое позволило бы преодолеть разделение между духовенством обеих конфессий. Джонатан Бейкер, англиканский епископ, сказал, что разделение между англиканами и методистами в Великобритании является дырой в ткани тела Христа. По его словам, сегодня появилась возможность залатать эту дыру. Предположенный проект соглашения, как ожидается, может завершить 200-летнее разделение между англиканскими и методистскими сообществами. Методистская церковь Великобритании в настоящее время не поставляет епископов и вместо этого возглавляется конференцией, президент которой является священнослужителем, а вице-президент – мирянин. Однако в соответствии с предложением, которое рассматривают в настоящее время, конференцию будет возглавлять президент-епископ, который будет, вероятно, назначаться группой трех англиканских епископов. В англиканской церкви, в свою очередь, реализация данного предложения означало бы отказ от 350-летнего закона, говорящего, что только лицо, имеющее священный сан, может исполнять обязанности в церкви. В соответствии с соглашением, обе конфессии сохраняют свои управленческие структуры. Англиканская церковь управляется по епархиальной системе, тогда как Методистская церковь в Великобритании разделена на районы и в основном ориентирована на местные сообщества. Методистская церковь в Великобритании недавно столкнулась с серьезным снижением числа верующих. По данным Daily Mail, за последние 12 лет она потеряла треть своих членов. В 2016 году насчитывалось около 188 тысяч постоянных членов Методистской церкви. Памятник Папе римскому Иоанну Павлу II, подаренный польскими мотоциклистами, открыли в городе Тобольск Тюменской области в рамках празднования 110-летия Тобольского римского католического храма. Памятник Иоанну Павлу II, высотой несколько метров отлит из бронзы, установлен на мраморном постаменте. В центре скульптурной композиции понтифик обращается с молитвой к верующим. Кроме того, польская делегация передала храму реликвию святого Иоанна Павла II. Тобольск славится своей самобытностью, традициями. И то, что теперь в нашем городе будут храниться мощи святого Иоанна Павла II, значимо и важно для нас. Наш город единственный в России, удостоен такой чести, и мы очень этому рады, уверены, что это укрепит наши взаимоотношения. А межконфессиональный Тобольск теперь с радостью будет принимать паломников католической церкви, приводит пресс-служба главы города. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами. Следите за новостями и смотрите нас на сайте телеканала ТБН. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok